И то, что вы видели здесь на видео. Мы с женой видели прекрасных танцоров из России в течение многих лет. Русские танцоры лучшие в мире. И мы с женой смотрели вот такие соревнования. И она иногда говорила мне. И она говорила, может быть это идея для нас, может быть нам устроить занятия по танцам. И в Южной Африке, где мы выросли и откуда приехали. Это было не что-то, чем обычно занимаются мужчины. Они играют там в регби, они ходят на охоту, стреляют в живот, вот что-то такое. Но мы устроили такое собрание в нашем городе. И каждый раз, когда приходила, ну когда частью свадебной церемонии были танцы. То мы что-то такое делали. И однажды было очень большое празднование дня рождения. У нее был день рождения, и я подумал, что бы я мог ей подарить, что стало бы для нее на самом деле благословением. И мне пришла такая идея, подари ей подарок, который будет касаться вот занятий по танцам. И я подумал, ну интересная идея, но нет, это слишком будет для меня сложным, я не буду этого делать. И когда время прошло, И я начал, значит, в интернете искать, какие танцевальные школы есть у нас в городе. И я купил ей купон в эту танцевальную школу, и подарил ей. И когда пришел ее день рождения, она, значит, подошла к столу, увидела конверт, открыла его, и она не могла поверить своим глазам. Она была настолько взволнована. Она сказала, о, как чудесно, спасибо большое. И мы пошли на занятия по танцам. Первое занятие было окей. Там было все не так сложно. Но на второе занятие становилось уже сложнее. А на третье занятие, когда мы пришли, это было просто ужасно. Она шла в одном направлении, я в другом направлении. И это было так сложно. И самое ужасное было в том, что, когда учитель по танцам показывал нам что-то, он звал мою жену, и когда он танцевал с ней, все выглядело просто невероятно. И я думал, наверное, что-то не так во мне. И мы пришли домой, и у нас было очень такое горячее общение. И я говорю, всякий раз, когда я что-то хочу сделать там в танцевальном классе, ты мне наступаешь на ноги. И она говорит, да, но если бы ты меня правильно вел, тогда бы этой проблемы не было. И в следующий раз, когда мы решили пойти на занятия по танцам, я решил, я буду вести ее очень хорошо, и она будет следовать. И мы сделаем самое лучшее, чтобы быть вместе. Через много лет спустя, я проповедовал послание о Духе Святом. И я готовился, и я думал, как помочь Церкви понять, что это за эти невероятные, чудесные отношения с Духом Святым. Мне просто вот сверху пришла эта картинка. Я увидел это. Просто представь, я представил, что было бы, если бы мои отношения с Духом Святым были подобны танцу. Если бы я был тот, кто следует за Ним, а Он бы тот, кто всегда ведет меня. И если бы я чувствовал Его руку на своем плече, и следовал бы за тем, в том же направлении, в котором Он двигается. И я бы двигался за Ним постоянно, каждую секунду моей жизни. Представьте, какие были бы тогда у нас отношения с Ним. И когда я стал думать об этом, то я понял, что это те самые отношения, которые Бог хочет для каждого из нас, для тех, кто собрался здесь. Подумайте, Бог предназначил вам иметь сверхъестественное отношение с Духом Святым. Но мы можем сказать, а где Он, Дух Святой? И если вы здесь находитесь сегодня, значит, вы верите в то, что Дух Святой находится внутри вас. И если вы не верите, то вы можете просто попросить Его прийти в ваше сердце. И тогда у вас могут начаться сверхъестественные отношения с Ним. Всякий раз, когда вопрос касается Духа Святого, то есть несколько групп людей, несколько как бы лагерей людей. И мы, христиане, иногда в своем мышлении и понимании настолько экстремальные. И есть христиане, которые, ну, называют себя христианами, но не заинтересованы в том, чтобы иметь отношение с Богом. Я верю в Бога, но мне не обязательно иметь каждодневные отношения с Ним. И ничего сверхъестественного не происходит в их жизни. Но есть с другой стороны люди, которые абсолютно в другой крайности. Они хотят иметь такие отношения с Богом, которые выглядят очень странными. И вот у нас есть группа, которая не ожидает ничего, чтобы произошло. А другая группа ищет только проявлений Духа Святого. И знаете что? Бог хочет, чтобы у нас были эти отношения. Но также Он хочет, чтобы у нас было здравое понимание того, кем является Дух Святой. И знаете, что Дух Святой делает в наших жизнях? Он тот, кто наделяет нас силой для служения. Вы нуждаетесь в Нем. Я нуждаюсь в Нем. Мы нуждаемся в этой силе Духа Святого больше, чем когда-либо раньше. И нам нужно вот это ведущий, тот, кто будет вести нас, и нам нужно это каждый день. Когда я говорю о том, что Он положит свою руку к нам на плечо, о чем я говорю? Я говорю о голосе Духа Святого. Как его можно описать? Голос Духа Святого для меня это какая-то сверхъестественная мысль, удивляющая меня мысль, которая просто ломает мой обычный образ мышления. И в этой мысли есть что-то сверхъестественное, что почитает Бога и позволяет, помогает мне идти вперед. И Дух Святой, Он настолько важен для нас, потому что Он производит плод в нашей жизни. Мы знаем, в Библии записан плод Духа. Есть много вещей, которые сочетаются в плоде Духа. А что насчет даров Духа? Дары Духа Святого. Вот почему мы нуждаемся в Нем так сильно. А как насчет молитвы? Библия говорит, что нам нужно молиться в силе Духа Святого. И мы должны знать, кто Он. И проблема многих из нас в том, что мы знаем, кто такой Отец. У каждого человека есть Отец. Может быть, вы не знали своего отца, или у вас плохой Отец. Но у вас есть какое-то понимание того, кем является хороший Отец. И также у нас есть четыре Евангелия, которые говорят о том, кто есть Сын. Но мы не совсем понимаем, кто такой Дух Святой. И нет в Библии главы какой-то определенной, которую вы можете открыть, прочитать и сказать, о, вот так поступает Дух Святой. И что мы должны сделать, мы должны собрать это из отрывков, которые мы можем найти в разных местах Писания. И в английском языке иногда к Духу Святому применяют то же слово в английском, как призраку. и когда говорят о таком духе, то кто-то представляет такое белое покрывало с черными глазами, которое летает по комнате. И поэтому иногда нам приходят такие странные идеи, кем на самом деле является Дух Святой. И Писание говорит о том, что Он подобен дыханию или ветру. Он приходит, уходит, и мы не знаем, где Он сейчас. И поэтому хочу сказать сегодня три вещи. И первое, что я хочу сказать, что Он является личностью. И некоторые люди думают о том, что Дух Святой, Он как лазерный луч. Как будто вот я стою, и в меня выстрелили лазерным лучом, и в меня загрузили всю эту силу, и теперь я другой. Но это не то, кем Он является. Он не какой-то нейтральный. Он наделяет нас силой, но Он является личностью. Он не просто влияние. Он не просто какой-то небесный инструмент, которым пользуется Отец. И Библия говорит о Нем в мужском роде, Он. В Иоанна 16, 13 и 14, там сказано, Но когда придет Он, Дух Истины, Он наставит вас на всякую истину. Он не будет говорить от Себя. Он не будет говорить от Себя. И Он будущее возвестит вам. И когда мы читаем это, то видим, что здесь как бы в нейтральном контексте употребляется слово Дух. То есть, Он, нет, оно не употребляется, как бы в нейтральном контексте, да? Если бы было сказано Дух Святой, оно, то мы бы могли подразумевать, что Он это что-то непонятное, неодушевленное. Но здесь говорится как о личности. Здесь говорится Он, Дух Святой. Даже несмотря на то, что слово Дух является такое вещественное, Писатели, те, кто писали Новый Завет, они используют мужской род по отношению к Духу Святому и говорят Он. Он личность. Он думает. Он берет то, что говорит Христос и передает это нам. У Него есть воля. Он решает, как распределять дары. У Него есть эмоции. В Римлянах 15 главе сказано 15 глава 30 стих написано Я вдохновляю вас Давайте почитаю. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу. И Библия говорит о том, что Дух Святой может быть печальным и может скорбеть. И Его можно оскорбить. Там написано Не оскорбляйте Духа Святого. Он Бог. Он не только личность, но также является Богом. Он является частью Троицы. Отец сотворил Вселенную. Он держит вместе Вселенную. Он наблюдает над Своим творением, наполняет Его жизнью. Сын пришел на землю чтобы осуществить спасение. Но Дух Святой это тот, кто исполняет работу, которую Отец Ему поручает. Все, кем является Бог, Дух Святой является также. Матфея 28, 19 и 20. Идите и научите все народы христия их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Его имя неотделимо от Бога. И в Деяниях пятой главе третьей и четвертой стихи. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? В третьем стихе сказано, что ты солгал Духу Святому. А четвертый стих говорит та же самая история. Анания, ты солгал Богу. Бог и Дух Святой это слова взаимозаменяемые. И третье, что я хочу сказать о том, кем является Дух Святой. Он утешитель, он параклетос. В Иоанна 14 главе 16 стихе сказано, Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, советника. Он да пребудет с вами вовек. Иисус говорит, я попрошу Отца, и Он даст вам другого, ни другого какого-то, который будет абсолютно отличаться, но такого же, как я. И Он поможет вам, и Он будет с вами всегда. В 26 стих. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мы не принимаем какую-то часть Духа Святого, и потом еще какая-то часть к нам приходит позже. Мы принимаем всего Его целиком. Библия говорит нам, использует слово параклетос. И это очень чудесное слово. Его можно перевести по-разному в разных контекстах. Но это слово, которое означает того, кто утешает. Кто-то, кто встает рядом с нами для того, чтобы утешить нас. Тот, кто наш советник. Тот, кто будет вести нас. Тот, кто будет идти рядом с нами и направлять нас. И Писание говорит, прежде всего, Он Личность. Второе, Он Бог. И третье, Он утешитель. Много лет назад я вел церковь в Африке. И Бог очень ясно показал нам, что нам нужно купить здание. Это был старый такой торговый центр. И нам пришло пророческое слово, и мы молились о нем, и мы чувствовали, что да, Бог хочет этого. И мы связались с владельцем этой недвижимости. И мы сказали, знаете, мы хотели бы купить вот эту недвижимость и хотим встретиться с Вами. И до этого я молился и говорил, Бог, мне нужна Твоя помощь. И я говорил, Дух Святой, пожалуйста, покажи, дай какое-то знамение о том, сколько нам нужно заплатить за вот эту недвижимость. И я читал Библию, я молился, и я получил ясное понимание о том, что цена этой недвижимости должна быть полтора миллиона. И мы пришли на эту встречу, и владелец начинает и говорит, мы хотим 2,2 миллиона для этой квартиры. И владелец этой собственности сказал, мы хотим получить 2,2 миллиона за вот эту собственность. И я подумал, ну ладно, это какая-то длинный путь у нас будет до полутора миллионов. И поэтому мы начали торговаться. Там одно предложение, второе, третье. И цена начала спускаться. И на третьей встрече, которая у нас была с ним, владелец этого здания просто стукнул кулаком по столу и сказал, и он сказал, цена 1,6 миллиона, просто убирайтесь, если вы не согласны. И мы пошли домой. И я снова начал читать Библию. И начал молиться Богу. И я начал говорить, Бог, ну ведь 1,6, 1,5, это очень-очень близко. 1,5, ну 1,6, 1,5, ну... И Дух Святой сказал мне снова, цена 1,5 миллиона. И я скажу вам, я бы не хотел с ним встречаться лицом к лицу. Но я собрал все свое мужество и я написал ему письмо. И я расписал ему все причины и сказал, мы останемся на цене, на нашей цене 1,5 миллиона. 1,5 миллиона. Я написал это письмо и вставил в факс. Кто-нибудь еще помнит, что такое факс? Это да, старое поколение знает. Ну и когда я отправил факс, в течение длительного времени я не слышал никакого ответа. Через несколько недель я пришел к себе в офис. О, и пришел факс. И я смотрю, что это от владельца здания. И я взял и начал читать. И он говорит, мы согласны продать вам это за 1,5 миллиона. У вас три дня, чтобы подписать бумаги. Да. Бог благ. Знаете, что я узнал после этого? Он просто в отчаянии был, что не мог продать эту собственность. Они разослали везде объявления о продаже. Они просто хотели избавиться от нее. И знаете, что произошло? Дух Святой, кто является Богом, который знает все, который находится везде и всегда. Он был там на собрании директоров вот этого владельца здания. И когда я молился, он прислал мне, он передал мне послание и сказал, не предлагай им больше, чем 1,5 миллиона. И он сказал мне, И это говорит мне о том, что он знает все и он является Богом. И из-за того, что он является личностью и у меня есть отношения с ним, я могу услышать, что он говорит мне. И он тот, кто ведет, направляет и советует нам. Знаете, что может произойти, если вы будете слушать Духа Святого? Вы можете сэкономить деньги. Ну, правда, вы можете сэкономить деньги. Но подумайте, вот еще о чем. Может быть, у вас будет сложное общение с учителем вашего ребенка в школе, и вы не знаете, что сказать. И вы можете сказать, Дух Святой, дай мне какое-нибудь слово. Помоги мне. Может быть, вы бизнесмен, и вы начинаете какие-то переговоры. И вы можете сказать, Дух Святой, у меня есть отношения с тобой, помоги мне. Может быть, у вас проблемы в браке. И вы можете сказать, я не знаю, что делать. Знаете, что бы я сказал? Почему бы вам не сказать, Дух Святой, скажи мне. Дай мне вот эти сверхъестественные ответы. И вы вообще-то рождены для такого стиля жизни. Вот почему мне так нравится быть верующим. Вот почему я так сильно люблю Бога. И с знанием всего этого, как нам жить? Прежде всего, вот что я бы сказал. Простите каждый день, показывать Ему, где Он, и что Он делает. Почему бы вам завтра, когда вы проснетесь утром, не сказать, Доброе утро, Дух Святой. Я хочу прожить этот день с тобой. Я не хочу просто жить, не хочу быть просто религиозным. Я хочу прожить этот день сверхъестественно. Он даст вам новые чувства. Он поможет вам молиться. Молитесь Отцу о том, в чем вы нуждаетесь, о вашем каждодневном хлебе. Во имя Иисуса. Но и с помощью Духа Святого. И попросите Его, чтобы Он действовал в разных областях вашей жизни. И другое, второе, почему бы вам не сделать вот что? Почему бы вам не приготовить к себя к той помощи, которая есть у Него для вас? Он знает все. И Он находится повсюду, и Он может быть близко к вам. И у Него есть вся сила. Третье. Ищите, чтобы получить обещанное от Отца. И будьте наполнены Духом Святым каждый день. Библия говорит в Ефесянах пятой главе, в восемнадцатом стихе. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. И в книге Деяний написано, что Петр, он исполняется Духом Святым. И есть некоторые моменты, которые записаны в Писании. Но вот это место из Библии говорит о том, что мы должны наполняться Духом Святым каждый день. И если взять английский вариант перевода, то это настоящее длительное время, то есть сейчас и постоянно. Другими словами, делайте это заповедь. Но пусть это будет то, что не заканчивается. И люди в моей церкви иногда очень сложно понимают, что все это значит. Поэтому для вас у меня есть небольшая иллюстрация. Мне нужна... Я надеюсь, что эта иллюстрация поможет кому-то из вас. Давайте я задам вам вопрос. Вот этот шарик, он полный? Некоторые говорят да, Некоторые говорят нет. Сейчас полный? Я немножко нервничаю. Он наполнен настолько, насколько есть место. Знаете, что происходит каждый день? С вами и со мной. У вас есть работа. Вы приходите домой. Знаете, Дух Святой наполняет нас настолько, насколько мы даем Ему место, чтобы Он наполнил нас. И поэтому, когда я просыпаюсь утром, я говорю, Дух Святой, наполни меня снова. Я не говорю другими словами, Дух Святой, пожалуйста, дай мне вторую половинку того, кем ты являешься. То, что я делаю, я открываю перед Ним свою жизнь, все сферы Своей жизни. Я говорю, Дух Святой, я, наверное, закрыл многие вещи в Своей жизни от Тебя, теперь я их открываю снова. Приди и наполни меня. Каждую область моей жизни я подчиняю Тебе. Когда мы жили в Южной Африке, когда я познакомился со своей женой, это больше, чем 45 лет назад, у нее была старая машина. И знаете, такой Фольксваген-Жук. И там не было как-то гидроусилителя. И когда вы хотите на ней куда-то повернуть или особенно припарковаться, это было очень-очень сложно. Просто вот попробуйте повернуть эту руль или в другую сторону. И когда мы пытались припарковаться, это было просто, ну, как в тренажерный зал сходить. В моей машине я мог крутить руль двумя пальцами. И так, как вы хотите жить свою христианскую жизнь? Вот так вот. Приходить в церковь в воскресенье утром. Или вы хотите сказать, у меня есть сверхъестественное отношение с Духом Святым. И это не то, что касается религии. Это отношение. И я могу сказать, вставая утром, Дух Святой, я хочу прожить этот день с тобой. Приди и наполни меня своим Духом. Или наполни меня. Снова наполни меня. И Он тот, кто сделает это. Давайте я немножко суммирую все это. Это ключевые отношения, которые могут быть у вас в вашей жизни. Это ключ к тому, чтобы жить сверхъестественную жизнь с Иисусом Христом. Если у вас нету этих отношений, вам они нужны. Или, может быть, вы никогда не думали о том, что ваша жизнь может быть сверхъестественной. Он личность. Помните об этом. У вас не может быть отношений с Ним. Номер два. Он является Богом. Он предлагает вам все, кем является Бог. И третье. Он утешитель. Он советник. Он может встать рядом с вами. Он может вести вашу жизнь. Его цель и его роль в том, чтобы наполнить вас силой для служения. Вы можете переживать сверхъестественные проявления. Но не в этом суть. Фокус в том, чтобы говорить и мысль говорить, что я нуждаюсь в тебе. Наполни меня силой для служения. Приди, Дух Святой, и наполни меня. Наполни меня силой исполнить то дело, к которому ты призвал меня. Аминь. 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 Давайте встанем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!